Украинская народная сказка. Кошелёчек. Жили себе муж и жена, и была у них пара валов, а у соседей повозка. Вот как пойдойдёт бывало воскресенье или праздник какой, то и берёт себе кто-нибудь из них валов и повозку и едет в церковь или в гости, а на следующее воскресенье другой, так между собой и делились. Вот раз баба и говорит старику, чьи валы были, отведи валов на базар и продай, а мы себе купим лошадей и повозку, будем сами по воскресеньям в церковь и к родичам ездить. Да и то сказать, ведь сосед свою повозку не кормит, а нам приходится кормить. Накинул старик верёвку валам на рога и повёл. Ведёт по дороге, догоняет его человек на коне. Здорово, здорово! А куда ты валов ведёшь? Продавать. Променяй мне валов на коня, давай. Променял он валов на коня, едет на коне, А тут навстречу ему ведёт человек на ярмарку корову. Здорово, здорово! А куда это ты едешь? Вёл я на ярмарку валов продавать, да на коня променял. Променяй мне коня на корову, давай. Поменялись. Ведёт он корову, а тут человек свинью гонит. Здорово, здорово! А куда это ты корову ведёшь? Да вёл я на ярмарку валов, да на коня променял, а коня на корову. Променяй мне корову на свинью. Давай. Гонит он свинью, а тут человек ведет овцу. Расспросили друг друга, променяй свинью на овцу. Давай. Гонит уже дед овцу, а тут человек несет продавать гуся. Расспросили друг друга, променяй овцу на гусыню. Давай. Прошел дед немного с гусыней, несет человек петуха. Разговорились. Променяй гусыню на петуха. Давай. Несет дед петуха, А тут нашёл человек на дороге пустой кошелёчек. Разговорились. Вот, нашёл я кошелёк. Променяй петуха на кошелёчек. Давай. Спрятал дед кошелёк. Идёт себе на ярмарку, подходит к городу. Надо переезжать реку на пароме, а ему за перевоз заплатить нечем. Перевозчики ему говорят. Дашь хоть этот кошелёк-то перевезём. Отдал он. А стоял там чумацкий обоз. Как узнали у него чумаки, за что он выменял кошелёчек, стали над ним смеяться. Что тебе говорят? Женка за это сделает. Да ничего. Скажет слава богу, что хоть сам живой воротился. Вот и побились они об заклад. Коли скажет жена так, отдадут ему чумаки все двенадцать гружённых вазов, да ещё с батагами в придачу. Выбрали одного из обоза и послали к его старухе. Вот приходит он. Здравствуйте. А ты про своего старика слыхала? Нет, не слыхала. Да он волов на коня променял. Вот хорошо. Волы недорого стоят. Как-нибудь и соберёмся купить. Да и коня променял на корову. Это ещё лучше будет у нас молоко. Да и корову на свинью променял. И то хорошо. Будут у нас поросяточки, а то как заговенье или разгавляться, всё покупать приходится. Да и свинью на овцу променял. И то хорошо. Будут у нас ягняточки, да шерсточка. Будет мне что, с пасовку прясть. Да и овцу променял на гусыню. И то хорошо. Будут у нас крашенки и перья. Да и гусыню на петуха променял. О, это ещё лучше. Будет петушок по утрам петь, нас на работу будить. Да и петуха на кошелёк променял. И это хорошо. Как кто что, заработает он или я, или дети, кошелёк складывать будем. Да он и кошелёк-то за перевоз отдал. Ну что ж, слава богу, что хоть сам живой воротился. Вот чумакам и нечего делать. Отдали они ему все 12 возов.